Это уже вторая научно-практическая конференция в школе номер 12 имени Чкалова. На этот раз сюда так же, как и в прошлом году, съехались старшеклассники, которые стремятся углубленно изучать химию и биологию. Они подготовили учебно-исследовательские проекты, нацеленные на практическое применение знаний в области естественных наук. В рассмотрении презентации работ участвовали учителя и представители предприятия-партнера АО «Щелково-Аграхим», где для школьников проходят ознакомительные профориентационные экскурсии. В этом году мы уже решили немножко изменить формат конференции. Мы решили ее провести уже как научно-практическую, то есть ребята подготовили работы исследовательские. У нас является важным условием – это то, что работа должна быть исследовательской, носить характер. И мы считаем, что все-таки наука должна развиваться с молодой, то есть прямо со школьной скамьи. Потому что даже при попадании в университеты или в институты не все осознают, что они действительно хотят. А педагоги, наставники прямо вот буквально с молоду, еще даже до экзаменов, например, та же самая химия-биология, могут рассказать, донести и, может быть, даже на практике показать, что действительно будет в будущем интересным ученикам. Школьники, которые подготовили к конференции проектной работы, нам рассказали, что темы они выбирали, исходя из важности и актуальности рассматриваемой исследовательской задачи. Называется он, в общем, «Зеленая химия», но именно я хотел бы изучить, можно ли переработать бумагу в спирт или в другие химические реагенты. Для вас, ну, вы можете просто помочь людям собрать макулатуру и как-то помочь, например, образовательным организациям с реагентами. Мы хотим изучить влияние на организм человека, что если придет человек какой-то к нам, как к врачам, и мы будем наблюдать у него какое-то, возможно, осложнение, и будем разбирать его рацион, и он скажет, я ем такое-то количество сладостей, мы будем понимать, что именно влияет на его нынешние заболевания. Я просто встречала маму и увидела, как женщина с ребенком выходит из аптеки и, собственно, ребенку дает аскорбинку, просто банально аскорбинку. И я как-то начала думать, а что же вообще это вот аскорбинка, что я не вообще знаю. И как-то меня это затянуло, и я решила изучить количество аскорбиновой кислоты в различных яблочных соках. На конференции было представлено 14 проектных работ. Вполне возможно, что такие исследования станут для кого-то из школьников началом их будущей научной и практической деятельности в рамках выбранной профессии.